Добрый день! Давайте рассмотрим пример, как отделяется корень уравнения графическим и аналитическим способом. То есть, сколько существует пересечений графика функций соответственно с осью OX. Давайте рассмотрим на конкретном примере. То есть, вот у вас есть уравнение f от X, равное 0. Ну и в лучшем случае есть отрезок, на котором утверждается, что существует единственное пересечение с осью OX на этом отрезке. Давайте это проверим. Для этого воспользуемся электронной таблицей. Так, ну и поступим следующим образом. То есть, в ячейке A1 зададимся параметрам X, как у нас исходное уравнение выглядит. Так, ну а в ячейке B1, то есть это у нас будет функция. Так, теперь задаемся начальным значением отрезка слева, то есть это значение 0. Ну и для точности нахождения, то есть мы проделаем следующее действие. То есть, добавляем наименьшее значение. В данном случае, например, 1 сутку. То есть, этого значения достаточно. Так, следующее действие. То есть, мы растягиваем, соответственно, копируем до второго крайнего значения, это до двух справа. Там потребится около 200 суток больше. Слично выбираем. То есть, от одного до двух. Так, ну и следующее действие. Нам нужно записать, соответственно, функцию нашу. То есть, единица минус X квадрат. Единица минус. Так, вместо X мы подставляем ту ячейку, на котором находится значение. Так, возводим квадрат. Стандартное. Действие дальше. У нас плюс единица делить на 6. Ну и на X кубе, соответственно, опять нажимаем на ячейку. Ставим галочку на шестерке лаптинской раскладки. Ну и ставим, соответственно, степень. Так, чтобы не повторять те же самые действия, мы скопируем вниз. Все. До значения 2. Так, ну и вот мы видим то, что у нас есть переход в одном месте с положительного значения функции, соответственно, на отрицательное значение функции. То есть, переход с положительного на отрицательный и говорит о том, что у нас, соответственно, значение. Воспользуемся функцией среди. То есть, вот среднее значение. Так, ну и чтобы не повторять там это действие. То есть, вот у нас на X1 105 функция будет равна 0 с той заданной точностью 1 сотая. Так, ну и графически, как это все будет выглядеть, то есть мы выделяем два столбца. Дальше выбираем график точный данный вариант. Так, ну и перемещаем диаграмму на отдельный лист. Так, ну и как видим, что у нас существует на данном отрезке единственное пересечение. Ну и подводя, соответственно, к точке пересечения функции графика с осью AX, то есть мы находим, соответственно, корень уравнения на данном отрезке. То есть, основное условие это пересечение с осью AX. Так, ну и в дальнейшем в лабораторных работах проверяем, совпадает ли это значение с теми, которые были получены в результате выполнения лабораторных работ. Всем спасибо, удачи и до свидания.